Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вы пишите о том, что у вас было расставание и болезненное расставание по причине измены партнёра. То есть, словно говоря, вам ваш партнёр изменен. Вот. Вы восприняли это очень негативно, очень тяжело, ну, это, в принципе, и понятно. Вот. То есть, тут ничего необычного нет, в том, что вы так к этому отнеслись в вопрос. Потому что, скорее, знаете, как вы с этим обратились? То есть, условно говоря, как вы обратились со своей болью, со своим переживанием, как вы обратились со своими эмоциями? Позволили ли вы своим эмоциям быть? Блакали ли вы кому-то? Или пытались, ну, как-то, как-то, вот, убежать. Судя по тому, что я могу видеть, да, вы пытаетесь, пытались убежать от этих эмоций, в другие чувства, в другие переживания. Вы, ну, по сути, в другого молодого человека. Большой насчёт. Вот. Соответственно, у вас не была интимная связь, вот, из-за чего вам стоит. Ситуация усугубляется ещё и тем, что молодой человек, с которым вы мимолетно пересеклись, имеет общение с первым молодым человеком, который про вас распространяет негативный путь. Что вам ещё тяжелее? Собственно, наш вопрос отключается в том, что вам с этим делать? Чувство стыда. А, вообще, вообще, если говорить про, ну, про чувство стыда в целом, то это про злость. В какой-то, в какой-то, в какой-то мере, это про, эм, требования от себя. Того, что не очень соответствует вашим желаниям, не очень соответствует вашим потребностям, не очень соответствует тому, что вы хотели бы для себя. А, стыд, это, ну, иногда стыд называют ещё совестью. Вот, эта совесть такая, достаточно деструктивная, как мне кажется, потому что, а, она разрушает. Вы, мне кажется, злитесь на молодого человека, вот, вы, мне кажется, совершенно естественно испытываете к нему негатив, молодому человеку, вот, вы ему. И, задача, как мне кажется, для начала, вам от этого избавиться. То есть, освободить себе себя от какого-то негатива, освободить себя от какой-то злости, освободить себя от обиды, вот, просить, проплакать, проболеть, травмы, расставания и измены. Потому что это, вообще-то, очень-то травматично. Что происходит, как правило, в таких ситуациях? Когда вам изменяют, вы можете почувствовать себя ненужной, отклонённой, никчёмной, неценной. Вот. И это очень дискредитирует, очень дискредитирует. И вы можете поступать так, как никогда бы не поступили, из своего ресурсного состояния. Но поскольку в этом ресурсном состоянии находиться вы перестали, потому что чувствуете себя униженной, то вы поступаете так, как поступил бы униженный человек. А униженный человек поступает вот так, вот так. То есть, это, по сути, может расцениваться вами, как проявление слабости. Вот. Но важно позволить себе быть слабым. Первое. Второе. Важно видеть всю ситуацию, как мне кажется, с вашим молодым человеком полностью. То есть, ну, не только видеть измену, но и какие-то предпосылки для этого, потому что измена это только вершина проблемы. Вот. И, соответственно, смотреть на эту ситуацию, стараться, по крайней мере, смотреть на эту ситуацию еще поработать с самооценкой и с чувством. Вот. Потому что, например, слухи, которые распространяют про вас молодой человек, ваш бывший, связаны, например, с неопределенностью вашего отношения к тому, что произошло. Словно говоря, если вы эту связь со вторым молодым человеком воспринимаете как что-то постыдное, то, естественно, люди будут чувствовать это и вам транслировать, что ты сделал что-то постыдное. Если вы увидите ценность свою в этом, потому что вы хотели отвлечь, хотели получить удовольствие, хотели немножко любви получить после таким способом, может быть, несколько специфичным, да? Ну, это выйдет ваше желание, это ваш выбор. У меня такое ощущение, что у вас как будто бы вы, вот коллега Игоря об этом сказал, Игорь, Игорь летучий, что как будто бы вы не можете распоряжаться своим, ну, своей жизнью, да? Это очень важно, потому что как будто бы вы не самостоятельны, как будто бы вы сами свой выбор не уважаете, не цените и не принимаете. Хотя это очень важно, очень важно ценить свой выбор, вважать свой выбор, вот, каким бы он ни был. Дальше. Стыд – это про определенные изменения. То же самое, что и приятно, по сути. Но стыдно, когда мы поступаем не так, как мы хотели. И зачастую это страх перемен. Зачастую, не всегда, но зачастую это страх перемен. Мы боимся тех изменений, которые могут означать, которые могут означать то, что как было уже не будет, а это всегда страшно. Поэтому очень важно, чтобы вы к этому относились, как к своему изменению. Вы изменились. Вы немножечко стали другой, и это нормально. Но самое главное, что вы пытаетесь удержать, как мне кажется, вы пытаетесь удержать свой образ в определенных границах. А это не всегда получается, не всегда работает, это не всегда корректно. Мягко говоря, потому что человек – это не что-то такое, знаете, статичное. Человек – это всё-таки что-то такое больше динамическое, да, динамическое, я бы сказал. Так вот, если можно выразить, то это динамическое что-то. И вам, как мне кажется, нужно постараться это принять. Постараться принять то, что вы немножко стали другой, что вы немножко изменились. Вот сейчас вы немножечко не такая, какой были, или чувствовали себя, или воспринимали себя, но вы другая. Как бы и что там ни было, вы другая, немного другая. Вот, по изменениям. Эти изменения, они не всегда приятные. Ну, потому что, может казаться, что они плохие, эти изменения. Но, тем не менее, в них можно увидеть что-то для себя хорошее, хорошее. Вот. Поэтому, я бы предложил поработать вот в этом направлении. Да? Что вам хотелось, когда вы пересекли с молодым человеком? Ну, я имею в виду. Первый, а второй? Второй. Вот. Вот. Что вам хотелось. Когда вы пили, чего вам хотелось, чего вам хотелось в этом направлении. Вот. Это тоже важно. Вам достаточно. Там что-то все про вас, все про вашу жизнь. Вот. Скорее всего. Скорее всего, в случае с алкоголем. Вот. Скорее всего, в случае с алкоголем. Вы, наверное, хотели сбежать от своей боли. Вот. Вот. Вы хотели сбежать от своей боли. И вот. Вы хотели сбежать от своей боли. Это что-то не было. Но это не было. Я думаю всем, что подтверждает она не готовность, подтверждает то, что с нами что-то не так. И отсюда боли, отсюда стыд. И отсюда ложная позиция, что если я буду какой-то другой и мне не будет сильно, то я буду хороший. Вспомните, вы были хорошие в отношениях и вам изменили. Так что, здесь есть свои нюансы, здесь есть свои детали. Вот. Я бы предложил, я бы предложил обратить на них внимание, вот, на эти детали, потому что это важно. Сейчас я бы предложил обратить ваше внимание на эти детали, потому что это важно. Вот. И дальше уже потихонечку надо прийти. Стоит на все ваши цифры. Вот. Стоит на все ваши ассины, ваши эмоции. Ваши переживания, так далее. И что с нами дальше делать. Самый главный вопрос. Что с этим делать дальше. Вот. Если вы испытываете некоторые чувства, то люди будут вам это отрекаливать. Они будут отрекаливать вам то, что вы чувствуете. Вот. Они будут возвращать вам то, что вы чувствуете. Иными словами, если немножко пересравировать, то числа стыда, которые у вас есть с людьми, будут восприниматься как нечто реальное, действительно, действительно, а значит справедливое по отношению к рукам. То есть ну, она же спидится, но значит это верно, что она спидится, значит все хорошо, значит мы, мы правы в таком случае. Вот. Понимаете, как это работает? К сожалению. Поэтому, здесь может быть еще такой момент, что вы через все зависите от мнения обратной связи других людей и на вас, кто влияет, вот, влияет так, что вы не самостоятельно, влияет так, что вы пытаетесь, условно говоря, сделать так, чтобы люди были довольны, ну, я имею в виду окружающих. И тем самым не замечаете, как, но обесцениваете себя, замечаете, как, но не слышите, не видите себя, вот. Что, конечно, очень обесценивает вас в головах другого человека. Вот, и он начинает считывать себя одиноким в отношениях. Вот, и ему нужно как-то объяснить для себя, почему я так себя чувствую. И, соответственно, он находит единственное верное, по его мнению, объяснение, это то, что вы, вот, какая-то странная, какая-то такая, какая-то плохая и прочее, прочее, прочее. Хотя, внешне вы делаете все замечательно, вот, стараетесь угодить, слышите, как каждое слово, вывод человека, человека и так далее, но, как бы, основной реакция эта имеет немножко обратную, вот. и, получается, такой, своего рода диссонанс, получается. Этот диссонанс, он может выправиться только в более искреннем, более ценностном отношении к самой себе, вам. то есть, ситуация, когда вы цените себя больше, чем сейчас. Я не говорю, чтобы вы, чтобы вы ставили себя обязательно выше другого человека, а, мне кажется, это, такая история, ну, она больше зависит от ценностей ваших в том числе, она больше зависит от вешего опыта, вот, она больше зависит от еще других факторов, вот, поэтому совершенно не обязательно, не обязательно ставить себя выше других людей, но, по крайней мере, не хуже, вот, это очень важно. И, а, приоритеты, которые вы выставляли, это тоже важный момент, то есть, подумайте в отношениях, да, какие у вас приоритеты были, ну, какие приоритеты вы выставляли в своих отношениях, вот, что это были за приоритеты, ну, то есть, на первом месте был кто или что, на втором месте был кто или что, чувствовали ли вы себя в отношениях счастливой, а свободной, вот, и тогда, да, понимаете, то есть, вам нужно увидеть, эээ, то, что произошло, немножко в другом ключе, и самое главное, эээ, дать волю всем своим чувствам, какими бы они ни были, ну, вот. Повторюсь, одно из самых важных, эээ, один из самых важных моментов заключается в том, что за эээ, чувством, эээ, всегда открывается второй волос, вот. Эээ, почти всегда, почти всегда, за чувством, эээ, всегда открывается волос, вот. Это нехорошо и неплохо, это просто факт, вот, которым нам еще нужно считать. Понятно, что волос, она бывает разным, это тоже понятно. Имеется в виду, что эээ, вот этот стиль, стиль бывает разным, это понятно, а ведь будет стиль, когда мы действительно делали что-то, чего мы делать не хотели, вот. Но в таком случае, как правило, мы просто, эээ, извлекаем опыт из, эээ, своих действий, научаемся и идем дальше, все делают ошибки. В вашем же случае, стиль имеет, эээ, более продолжительную, и разрушительную, эээ, динамику, что говорит о том, что здесь не совсем стиль, здесь есть что-то еще. Но вы воспринимаете это, эээ, вот, на, таком, ну, знаете, как сказать, эээ, таком бытовом, может быть, уровне, когда, ну, вот, эээ, я, эээ, я, эээ, ну, объективно же, ну, не очень хорошо поступило, вот, объективно я же плохо поступил, объективно, эээ, вот, эээ, хорошие, эээ, девушки так не поступают, вот, а злой поступил, аморально поступил, при чем? Вот, ну, ответственно, по поводу, эээ, как сбокали. А то, что, в каком-то, в каком-то такое состояние находилось в этот момент, да, на это внимание не обращается, не обращается, не обращается. Ого, эээ, вот, вы пишите, я не знаю, что меня оттолкнуло на этот роман, вот, нельзя с этим разобраться, что толкнул, не растованием оттолкнуло, не растованием само по себе, что от меня оттолкнуло, а ваша реакция на расставание, это немножко не то, не то же самое, хочу чтобы, чтобы, чтобы вы обратили на это внимание, это не то же самое, это разные вещи расставания и, эээ, реакция, реагирование на расставание, вещи это очень разные, и, эээ, то, что вы не отдаёте сейчас себе отсчёт в том, как так вышло, что так произошло, говорят о том, что, скорее всего, вы даже не знаете, что с вами внутри происходит, не замечают, не внимательны вы к себе. Ну, а не внимательность к себе, это та история, которую нам зачастую могут прививать наше окружение для того, чтобы мы, эээ, были более удобными, для того, чтобы нам, эээ, нам было легче общаться, нам было легче контактировать, но не всегда это идёт в плюс нам самим. Я бы хотел, чтобы и на этом вы повторяли так же обратить своё внимание, потому что это довольно важный момент для вас и для, эээ, ну, для дальнейшего вашего, эээ, корректирования, вот, для психотерапии, если угодно, вот, если вы захотите, эээ, ну, пройти её. На этом всё, надеюсь, что помог вам, эээ, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой, эээ, желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...